Ицхак Рабин страдал от плохой и непопулярной первой каденции. У него сводило зубы от оскомины из-за незрелых плодов, которые ели все его предшественники от партии Маарах. В те дни не будут больше говорить «Отцы ели незрелый плод, а у детей на зубах оскомина. А каждый будет умирать за свою вину. У каждого, кто будет есть незрелый плод, у того и будет на зубах оскомина». Ирмиягу 31, 28, 29. Конец сноски. Несмотря на это, он настоял на том, чтобы снова баллотироваться в 1977 году, но был вынужден покинуть пост премьер-министра из-за криминального скандала, закрученного на нем, его жене и нелегальном долларовом счете, на котором накопилась сумма, достаточная для покупки квартиры в Тель-Авиве. Проклятие премьер-министра постигло и его, и всех нас ужасным образом, когда закончилась его вторая каденция – пулями еврейского убийцы на площади царей Израиля. В августе 2005 года Ариэль Шарон позвонил своей секретарше Марит Данон. «Марит, мне прошлой ночью приснился страшный сон. Мне приснилось, что я спускаюсь по веревке в колодец, и веревка обрывается». Внимательные заметили в последние месяцы его пребывания в должности, что с премьер-министром что-то не так. Он проявлял «нарастающие признаки физического упадка» и с трудом ходил. На мероприятиях, на которые его приглашали, охранники тщательно измеряли расстояние. Во время его последней поездки за границу на Ассамблею ООН в сентябре 2005 года, его люди считали шаги между залами заседаний, где он встречался с мировыми лидерами. Чтобы прийти на очередной ужин к британскому посту, он прошел ровно 64 метра по замерам охранников и прибыл «запыхавшись и едва дыша». Он засыпал на совещаниях. Его работоспособность заметно ухудшилась, вспоминал позже председатель комитета КНЕСОТ по иностранным делам и безопасности Юваль Штайниц. Тем не менее, Шарон настаивал на том, что будет править еще много лет. «Почему бы вам не раскрыть общественности свои медицинские записи?» — спросил я его в те дни в радиоинтервью. «В этом репортаже будет мало содержания», — отмахнулся он от меня. Когда спикер КНЕСОТа Рювен Ривлин поинтересовался, почему он назначил начальника штаба из рядов ВВС, не имеющего опыта командования сухопутными войсками, он ответил «Но я-то здесь». Через несколько недель у него случился инсульт, который был определен как легкий. «Шарон здоров!» — солгали его личные врачи. Через несколько дней у него случился второй инсульт, от которого он не оправился до самой смерти. В свои последние годы в палате в больнице Адаса он не осознавал, что когда-то был премьер-министром Израиля. Эхуд Ольмерт, преемник Шарона, держался за кресло даже после провала Второй Ливанской войны и сумел удержаться вопреки большинству оценок и несмотря ни на что. «Со временем вы ко мне привыкнете», — пообещал он в одном из интервью, когда, казалось, процент общественной поддержки на мгновение восстановился. Затем взорвалось дело с конвертом с деньгами. Ольмерт первым в истории страны попал в тюрьму из резиденции премьер-министра. Ицхак Шамир, Шимун Перес и Эхуд Барак, каждый в свою очередь, могли не баллотироваться и не расчистить дорогу другому кандидату. У каждого из них все же были достижения, которыми можно гордиться. Шамир способствовал репатриации в Израиль миллиона евреев из Советского Союза и был жестким премьер-министром, которого уважали даже идеологические противники. Перес избавился от инфляции. Барак сдержал свое обещание и вывел армию обороны Израиля из Ливана, но они настаивали на том, чтобы вновь баллотироваться только для того, чтобы в конце дня выборов произнести унизительную речь о поражении. Единственным среди глав правительств, покинувшим пост здоровым и по доброй воле, был Моше Шарет, «Но и он тоже сделал это с тяжелым сердцем». «Не мне управлять этой страной, управлять которой, наверное, невозможно, не прибегая к авантюризму и мошенничеству. Я не способен ни на то, ни на другое». Конец цитаты. На фоне этой мрачной истории неудивительно, что срок пребывания Бениамина Нетаньягу в последние годы также пошатнулся в сторону неизбежного конца. Расследования, обвинения — все возрастающие трудности в создании стабильного правительства. Властолюбие у нынешнего премьер-министра в истории Израиля было, мягко говоря, не меньше, чем у всех его предшественников, и мысли об отставке его не посещали. В его глазах стратегический актив Израиля номер один — это он сам. «Я расскажу об этом в своих мемуарах», — обычно отвечает он, когда его спрашивают об информации, которой он не хочет делиться с остальным миром. И тут же добавляет, «И я не планирую писать их в ближайшие годы». Сноска. Но написал, пока сидел в оппозиции. Конец сноски. Однажды он сказал мне, что намерен быть премьер-министром до 85 лет. Самый молодой премьер-министр в истории страны стал премьер-министром с самым долгим сроком пребывания в должности и собирается стать самым старым премьер-министром в ее истории. Он первый, кто вошел в резиденцию на улице Бальфур с маленькими детьми и с планом уехать оттуда с правнуками. Но у истории всегда другие планы. Если не выйдет срок за уголовное преступление, то может случиться поражение на выборах или, не дай бог, болезнь. Сноска. Сигаль написал это до поражения Метаньягу на выборах в 2021 году. Конец сноски. Статистика сурова. Это всегда заканчивается трагедией. Драматические события, сопровождавшие его пребывание в должности в последние годы, от трех обвинений до четырех избирательных кампаний, с этой точки зрения кажутся наименее драматичными из возможных. Большинство людей умирают от старости, но ни один врач ни в одном свидетельстве о смерти не написал, что это стало причиной смерти. Технически это происходит из-за болезни или остановки сердца. Но на практике люди умирают просто потому, что еще не найдено лекарство, дающее им вечную жизнь. Точно так же заканчиваются примерские каденции, и конкретная причина не слишком важна. Похоже, и враги Метаньягу, и его обожатели, и он сам отчаянно нуждались в напоминании. Это не будет длиться вечно, и добром это не кончится. По словам французского философа Блеза Паскаля, как бы ни была прекрасна пьеса, последний акт всегда кровавый. Много раз после лекции меня просят дать рекомендации по фильмам или книгам тем, кто заинтересован в расширении своих знаний о политике. Лучший политический фильм, который я знаю, доступен любому на Ютюбе, и его продолжительность составляет всего 29 секунд. В нем можно видеть пример министра Великобритании Дэвида Кэмерона в последний день его пребывания в должности. Кэмерон был первым консервативным политиком за 13 лет, победившим либористов. На выборах 2015 года, вдохновленных Беньямином Метаньягу, он был избран после того, как предупредил англичан, что шотландцы в большом количестве движутся на избирательные участки. Но, чтобы завоевать голоса правых, он пообещал и еще кое-что. Референдум о выходе из Евросоюза, который позже назовут Брексит. После того, как он поклонился королеве и начался его второй срок, премьер-министр Ее Величества совершил шаг, который в Израиле сочли бы серьезным нарушением правил этики для политиков. Он сдержал свое предвыборное обещание в точности. Через год Великобритания провела референдум и, вопреки позиции самого Кэмерона, проголосовала за выход из Евросоюза. Кэмерон, какой кошмар! Встал и подал в отставку. Он не удовлетворился словами «Я взял на себя ответственность». Интернет помнит это объявление об уходе на пенсию. На Даунинг-стрит-10 была установлена кафедра. Кэмерон с микрофоном, прикрепленным к лацкану его пиджака, объявил, что на следующее утро он покинет свой пост, а, закончив свое выступление, ушел пешком в резиденцию премьер-министра в последний раз. Но техник забыл выключить его микрофон, и вся Британия услышала секунды между окончанием речи и отключением микрофона. Уходящий премьер-министр с шепотом ругался, он сказал, что хорошо бы поменять народ на более хороший, что премьер-министров следует менять только на избирательных участках? Нет. Дэвид Кэмерон, чьим мечтам о величии только что пришел жестокий конец, который знал, что никогда не вернется в резиденцию, просто напевал сам себе ритмичную и веселую мелодию, насвистывая всю дорогу до раннего выхода на пенсию. В этой книге были рассмотрены важные решения 12 премьер-министров Израиля, решения, сформировавшие израильскую политику. Но есть решения, которые избегали все премьер-министры Израиля. Это решение сказать «хватит!» Уйти на пенсию с достоинством, уйти, когда здоровье все еще в порядке, а общественное положение приемлемо, когда уголовное досье пусто, а неудачи еще не потопили корабль наследия. Когда израильский премьер-министр вот так закончит свой срок не на больничной койке и не на тюремных нарах, не запертый в своем доме или униженный до депрессии на следующий день после поражения и уже планирующий, как он скоро вернется, когда премьер-министр Израиля по собственной инициативе объявит о завершении своей должности и уйдет, насвистывая себе под нос веселую мелодию, мы будем знать, что Израиль повзрослел. Может быть, кто знает, наш тринадцатый премьер-министр когда-нибудь это сделает. Сноска. Беннет этого не сделал. Конец сноски.